Не успел прежний лидер фракции съехать, как новый глава республики Атаджурт уже собрал вещи. Теперь Джеркалбек Тураскулов будет сидеть на самом верху Кыргызстанского Белого дома, на седьмом этаже с остальными лидерами партий и самим президентом. А это, видимо, его вещи он сейчас переезжает, да? Да, да. Мы можем туда подняться и комментарии взять у него, да? Но освобождать свой просторный кабинет теперь уже бывший лидер одной из фракций Кыргызского парламента не спешит. Отставка с поста оказалась внезапной не только для него самого. Плохо то, что мы к такому вопросу, как решение о смене лидера, подошли как-то так, мне кажется, несерьезно. Как-то под покровом ночи собирали подписи, я так во всяком случае поняла, как фракция не собрались, не обсудили. Потому-то и ходят теперь в парламенте слухи. В оппозиционном блоке сменили лидера в обмен на членство в новой коалиции большинства. Уже несколько изданий со ссылкой на собственные источники пишут, в Дюгур-Кукинеши в парламенте Кыргызстана вот-вот начнутся серьезные изменения. В других ветвях власти кадровые перестановки уже произошли. Накануне ушел в отставку заместитель главы Госкомитета безопасности Дамир Мусакеев, бывший телохранитель и экс-президента. Еще раньше покинули посты другие приближенные Алмазбека Атамбаева, секретарь Совбеза и руководитель президентской администрации. Хорошо будет для страны и для самого СДПК и для действующего президента, если все доверенные лица Алмаза Шершеновича, там между прочим очень много толковых людей, очень грамотных людей, которые действительно болеют за страну. Но я им не завидую сегодня. Они вынуждены становиться двуличными. Поэтому было бы хорошо, если бы сейчас Алмаза Шершенович дал бы клич, ребята, все уходим, идем в форум, садимся, превращаемся в конструктивную оппозицию, делаем программу развития и готовимся к парламентским выборам 2020 года. Политолог считает, что бывший глава Кыргызстана теряет власть. На последней пресс-конференции Алмазбек Атамбаев ясно дал понять, преемник его ослушался и ведет собственную политику. Даже в системной оппозиции признают, Атамбаев с ними, похоже, теперь по одну сторону баррикад. То есть он открыто же сказал, что новый курс, обозначенный на Совете безопасности вопросы, они ни в коем случае не соответствуют. Действительно, ему подменили, он зачитал не тот текст. Это же мы в оппозиции так не вступали. Но оппозиционная партия Атамикен теперь к власти скорее лояльна. Впервые за последние месяцы у них появилась надежда, что лидера партии Амирбека Тикибаева, которого посадили при Атамбаеве, могут выпустить на свободу. Новый президент с Тикибаевым конфликтов не имеет. Суренбай Дженбекова пока поддерживает даже радикальные оппозиции. Он должен начинать какие-то серьезные реформы. Это особенно в области судебной реформы, правоохранительных реформ. Если он это сделает, то он наберет достаточно большой вес и достаточно большой авторитет. А этого не сделает, то в ближайшие месяцы начнутся серьезные проблемы у Суренбай Дженбекова. Потому что сегодня мы хотим этого или нет, в самом деле, как угроза, присутствует семейное клановое правление. Один из критиков бывшего президента считает, что Амазбек Атамбаев тактически пока проигрывает. Но если усилится влияние родственников Дженбекова, а их у него немало, то бывший президент, по его мнению, может взять реванш. Джубек Багалиева, Самат Алжбаев. Настоящее время. Азия. Бишкек. Кыргызстан.